Строительство микрорайона Красноярск-Сити начнется уже в феврале. Этого момента инвесторы проекта и застройщики ждали почти 6 лет. За это время он трансформировался почти до неузнаваемости, изменилась и главная концепция. Впервые в нашем городе целый микрорайон будет построен по технологии «Умный город». Сейчас передаю слово моей коллеге Наталье Истомина, она изучила новый проект. Красноярск-Сити, пожалуй, один из самых амбициозных проектов местных застройщиков. Идея появилась еще в 2008-м, однако первоначальный проект значительно отличается от сегодняшнего. Если 6 лет назад инвесторы хотели сделать Красноярск-Сити в большей степени офисным, то сейчас реалии изменились, выше спрос на жилую недвижимость. Теперь о том, где будет построен Красноярск-Сити. Его возведут вот на этой площадке между ареной «Северно» 9 мая, улицей Авиаторов и железной дорогой. Сейчас здесь пустырь, почти 43 гектара. Компания «Инвестор» позиционирует новый микрорайон как жилье, комфорт и бизнес-класса, рассчитанное на проживание 15 тысяч горожан. Высота будущих домов разная, начиная от пяти и заканчивая 25-этажными зданиями. Проект планировки предусматривает 4 детских сада и 2 школы. И вот как застройщики будут решать проблему с парковками. Подземные парковки для жильцов будут расположены под дворовой частью, под землей. И будут иметь переходы в каждый из подъездов, что будет очень удобно для жильцов в зимнее время года и в холодное время года. А заезды на парковку? Заезды и выезды на парковку осуществляются по внешнему периметру. Вот здесь вот, например, отражено один из заездов. Всего застройщики планируют создать около 6 тысяч парковочных мест. Половина из них как раз будет располагаться под землей. Что касается особенностей будущего микрорайона, инвесторы планируют построить его по технологии «Умный город». Для этого они специально привлекали японских архитекторов в компанию Никен Си Кей. Она имеет большой опыт в градостроительстве. Однако многие местные специалисты выражали сомнение, возможно ли применить подобные технологии у нас в Сибири. И вот мнение представителей японской компании. Проекты Smart City, они специально таким образом проектируются, чтобы подходить для местных локальных климатических условий. И, конечно, мы тоже будем работать с тем, чтобы те технологии, которые мы предлагаем, оптимально подходили для локального клиента. Что это за умные технологии? Например, инвесторы предлагают оснастить весь микрорайон камерами наблюдения. За происходящим на улицах будет следить единая диспетчерская служба. И, естественно, принимать меры. То есть в угловую угла поставлена безопасность жителей. Далее застройщики предлагают сделать передачу показаний счетчиков автоматически. Это когда счетчики сами передают данные в службу учета и не требуется участие жителя. Это позволяет тратить меньше времени на то, чтобы записывать, ходить, помнить об этом. Человек может больше времени посвятить своим личным делам. Что касается стоимости квадрата в будущем микрорайоне, пока застройщики не называют конкретных цифр, но говорят, что стоимость будет рыночной. Хотя многие сторонние специалисты не особо в это верят, поскольку применение новых технологий требует больших вложений, и они, естественно, должны окупаться. Добавлю старт строительства уже в феврале. Тогда начнут вбивать сваи. Первый дом планируют завершить в феврале 2016 года, а весь микрорайон к концу 2018 года. Наталья Истомина, Дмитрий Яковлев, Афонтова новости.